Свобода не значит анархия, так часто говорят. Но всегда были и есть люди, которые с этим не согласны. И именно такой у нас сегодня герой, русский аристократ, офицер артиллерии и знаменитый европейский анархист Михаил Бакунин, который родился 30 мая 1814 года. Два раза его приговаривали к смерти. 12 лет он просидел в тюрьмах разных стран, бежал из Сибири и прожил очень интересную жизнь и стал очень важным теоретиком и практиком анархизма. Поехали. Итак, он был из семьи аристократов, учился в артиллерийском училище, но не окончил его, с дисциплиной были проблемы. Потом служил в армии антиллеристом, но быстро понял, что это не его. И уехал за границу, поехал в Берлин изучать, конечно, немецкую философию, изучать Гегеля, диалектику. И параллельно формировал свои революционные анархические идеи и принципы. И вот он начинает свою организационную революционную работу. Да, даже революцию, хаос, надо организовать. Время для этого очень хорошее, время революций в Европе. Бакунин чуть-чуть опаздывает на Парижскую революцию 1848 года. Ну, кстати, французские революционеры говорят о нем, что в первый день революции такой человек, как Бакунин, очень нужен, полезен, бесценен. Но на второй день его надо повесить, потому что это слишком хаотичная энергия и он слишком радикален, да? И Бакунин едет в Прагу, где как раз начинается славянский конгресс. В это время в Праге был такой конгресс, где разные славянские народы, а точнее их радикальные политики, говорили о свободе национальной, свободе от империй и свободе человека от эксплуатации, свободе от привилегий аристократов. И Бакунин активно участвует в Конгрессе от лица России. И он говорит о том, что нужна славянская федерация и свобода всех славянских народов от трех империй, российской, австро-венгерской и османской. Ну вот такая радикальная программа. Потом Бакунин едет в Дрезден и в 1849 году, как бывший офицер артиллерии, становится одним из командиров революции в Дрездене. Вот это уже настоящее дело, и об этой истории рассказывают такую легенду, что когда армия хотела штурмовать Дрезден, а в Дрездене были баррикады революционеров, Бакунин очень креативно предложил взять шедевры из Дрезденской галереи, Сикстинскую Мадонну, например, и поставить на баррикады. Немецкие офицеры, сказал он, слишком классически образованы, чтобы стрелять в эти классические картины, шедевры искусства. Ну, а если они будут стрелять, это значит, они будут моральными банкротами, морально проиграют. Но другие революционеры не приняли эту идею, и революция в Дрездене проиграла. Кстати, в Дрездене Бакунин познакомился с композитором Рихардом Вагнером, и есть даже такая теория, что Бакунин повлиял на образ Зигфрида в опере Рихарда Вагнера. Бакунин сидит в тюрьме, сначала в Саксонии, потом в Австрии, его приговаривают к смерти, но потом передают России, экстрадируют в Россию. И он много лет проводит в тюрьме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в главной политической тюрьме Российской империи, а потом едет на всю жизнь жить в Сибирь. И что вы думаете? Уже достаточно интересная история, да? Но это не конец. Но, кстати, говорят, что вот этот первый период жизни Бакунина дал Тургеневу идею для романа Рудин. Потому что Бакунин и Тургенев были знакомы, они вместе изучали философию в Берлине. Так вот, живет Бакунин в Сибири и кажется, что должен жить там до конца своих дней. Но нет. Во-первых, он женится вдруг на девушке, которая на двадцать шесть лет моложе него. И потом они вместе из Сибири бегут. Сначала в Японию, из Японии в Сан-Франциско, из Сан-Франциско в Лондон, а из Лондона в Италию. И вот Бакунин со своей молодой женой живет в Италии. Он организует там международную такую ассоциацию анархистов с группами в разных странах. В Лондоне он работает с Герценом, известным писателем, революционером, который там делает эмигрантский революционный журнал Колокол. Кстати, в семейной жизни Бакунин был таким же необычным и радикальным, как в жизни политической. Теперь его молодая жена начинает, знаете, роман с молодым итальянцем, уходит от Бакунина на пару лет и потом возвращается к Бакунину, когда у нее уже есть два ребенка от этого итальянца, от итальянского любовника. И что вы думаете? Бакунин принимает и ее, и детей. И эта история повторяется через несколько лет. Она снова уходит и возвращается с третьим ребенком, и Бакунин снова принимает их. Многие не понимали Бакунина, даже революционеры. И сегодня, я думаю, большинство людей не поймут его. Но вот такой был человек, верил, что если ты говоришь, что твои принципы это свобода, если ты против власти и государства и собственности, значит, и в личной жизни, в семье не может быть власти, собственности, нужна свобода. Интересная тема отношения Бакунина с Марксом. Такие два известных бородатых революционера. Бакунин вместе с Марксом активно работает в первом интернационале, но потом они прямо скандалят. Надо сказать, что еще раньше молодого Бакунина Маркс считал агентом Российской империи в Европе. Ну, что странно, потому что потом Бакунин восемь лет сидел в тюрьме Петропавловской крепости. Но когда Бакунин снова приехал в Европу, он снова начал работать с Марксом. Они делают первый интернационал. Бакунин хочет создать там фракцию анархистов. Но Марксу это не нравится. Они критикуют друг друга. И знаете, Маркс называл Бакунина идеалистом-романтиком. И Бакунин сам писал, что в этом Маркс был прав. Но Бакунин называл Маркса еще хуже и тоже считал, что был прав. Он критиковал коммунизм и говорил, что диктатура пролетариата это настоящая диктатура, и это будет диктатура бюрократии. Бакунин говорил, что коммунистическая система, в которой люди равны, но не свободны, это будет просто новая ужасная диктатура, где люди будут как животные. Его идеал организации общества был федерация автономных, суверенных личностей, которые делегируют часть прав в федерацию территориальную, политическую, профессиональную. А эти маленькие федерации могут организоваться в большую. Но это все строится на базе индивидуальных, суверенных, автономных личностей, без государства. Бакунин умер, но идеи его живут. Спасибо. Вы смотрели и слушали русский календарь. Баба аннархия! Баба стакан партвена! Баба аннархия! Баба стакан партвена! Баба аннархия!